В этот день, 27 июня, родились Пётр Шувалов Шеф-жандармов Российской империи Один из самых влиятельных велимож в царствовании Александра II Владимир Петляков, советский авиаконструктор В этот день, 27 июня 1709 года, состоялся военный совет На котором Пётр I решил, что даст шведам генеральное сражение под Полтавой 27 июня 1771 года русские войска вошли в Крым После этого полуостров стал российским 27 июня 1865 года, по указу государя Александра II Основано Министерство путей сообщения 27 июня 1931 года, инженер Игорь Сикорский в США Получил патент на изобретение первого вертолета 27 июня 1773 года, Александр Суворов вторично выбил турок Из военного лагеря Тор-Тукай на Дунай Победителей не судят Так, по мнению многих, отреагировала императрица Екатерина II на известие о первом Взятие укрепления Тор-Тукай своим генералом Суворовым Якобы Александр Васильевич ослушался начальства и вместо разведки местности провел решительный штурм крепости И только заступничество государни спасло победителя от гнева Однако многие исследователи реальность этого эпизода с резолюции императрицы опровергают Но несомненно, что с этого боя началась большая слава Суворова А еще ему пришлось брать Тор-Тукай не один раз, а целых два Причем с разницей всего в месяц В мае 1773 года генерал Суворов и правда получил указание Произвести поиск, то есть разведку на Трецком берегу Дуная Очередная русско-турецкая война была в самом разгаре Предприятие выдалось очень опасным Почти незамедлительно отряд генерала подвергся коварной ночной атаке С трудом она была отбита У Суворова всего 500 солдат, да и многие из тех новобранцы А рядом еще крепость Тор-Тукай с гарнизоном в 4000 человек Но Суворов не был бы Суворовым, если бы не приказал готовиться к штурму Атака будет ночью с храбростью и фурией российских солдат Так приободрил солдат он на бой Напор, скорость и неожиданность, как всегда в союзниках у Суворова Полководец составил подробный план на бой Не забыл указать, весьма щадить жен, детей, обыватели Хотя бы то и турки были, но не вооруженные И не трогать мечети и духовный их чин для взаимного пощажения наших святых храмов И дал начало к бою План сработал, враг был сокрушен А еще Суворов, по-видимому, использовал тактическую новинку Удара колоннами в штыки Уже утром крепость была подпалена Мощный взрыв порохового запаса разнес в щепы центральную ее часть Суворов, кстати, раненый в бою за это дело Представлен был к высокой награде Ордену святого Георгия второй степени На что писал своему командующему графу Салтыкову Кажется, что и вправду заслужил Георгийский второй класс Сколько я к себе не холоден, да и самому мне то кажется Грудь и поломанный бок у меня болят Голова будто как пораспухла Простите меня, что съезжу в Бухарест на день-другой попариться в бане Но, увы, как следует подлатать израненный организм Суворов не успел Находясь на извлечении, он получил известие, что оставленные вместо него офицеры Робеют от активных действий А враг, между тем, вновь восстанавливает укрепление Туртукая И уже привел новый гарнизон «Какой позор! Все оробели, лица не те!» Писал Суворов Что делать? Снова пришлось брать дело в свои руки Больной, даже еле живой от лихорадки Суворов снова вел своих чудо-богатырей Снова на Туртука и снова ночью Но уже июньской И было у него уже две с половиной тысячи солдат Снова четкий бодрый призыв Идти на прорыв, выигрывая прежний хребет горы Немало не останавливаясь Голова хвоста не ожидает Гордый враг дал более отчаянный бой, чем первый раз Суворов писал про первые часы схватки Неприятель столь сильно повел атаку Что и принужден был на несколько часов остаться в том месте Однако выучка и организация Были поставлены Суворовым так высоко Что турки оставили около 800 человек на поле боя Русских погибло шестеро Верных и храбрых сынов Отечества Из Петербурга уже шло личное послание императрицы Екатерины Произведенное вами храброе и мужественное дело При атаке на Туртукай Учиняет вас достойным к получению отличной чести И нашей монаршей милости Это был один из самых славных эпизодов Богатый на события жизни Александра Васильевича Суворова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова